Пока ситуация развивается не хуже и не лучше, чем в предыдущий год. Сдержанный оптимизм, жаль, он не о запрете. В непростом 2020-м здесь собрались 16-17 сеннеров с гектара. Средние для гречихи показатели из-за засухи. Культуру выращивают почти 30 лет, она регулярно приносит доход. Посевные площади не растут, увеличить стараются урожайность. После объявления запрета с 5 июня экспорта гречихи и гречки, чтобы в стране не было дефицита крупы и, как следствие, повышение цен на нее, фермеры не изменили планы по объемам сева. Основная масса гречихи уже отсеяна. Те площадя, которые мы запланировали, мы их отсеяли. Мы их не изменили ни в меньшую, ни в большую сторону, даже со стороны хорошего спроса. Все-таки севооборот, баланс его никто не отменял. Производитель сбывает гречиху крупным отечественным компаниям и дистрибьюторам зарубежных. Запретительную миру уже ощутили на закупочной цене. Оно упадет у сельхозпроизводителя. Это первое звено, где падают сразу моментальные цены. На сегодняшний день же цена в пределах упала где-то рублей на 5. Закупали 45, а сейчас мы уже гречиху закупаем 40. На 5 рублей сразу цена упала. Если брать в расчетах, то, грубо говоря, на одну машину 100 тысяч, а на 5 машин уже полмиллиона. На Алтае 4 десятка заводов-переработчиков гречихи. У предприятия Евгения Помещикова эта культура основная. И это лето он уже сравнивает с пандемийным 20-м. Те же закрыты границы, а значит и убытки. Говорит, за месяц на экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Беларусь край подавал 60 вагонов круп. 20 из них поставляло его предприятие. А сейчас вагоны возвращаются с границ. Сельхозпродукция уходит на склад, где и без того имелось сырье. В данный момент остатки гречихи в крае составляют 50 тысяч тонн, что выше, чем на аналогичную дату прошлого года, и свидетельствует об отсутствии дефицита. Запасов вполне достаточно для обеспечения перерабатывающего сектора до сбора нового урожая. Достаточно и даже более чем. Россия потребляет 90-120 вагонов в месяц. Мы производим 200-220 вагонов в Алтае. 60 на экспорт, здесь 60 по складам раскидываются, грубо говоря, переходящие остатки. Сейчас все на Россию не надо. По прогнозу Евгения, заводы-переработчики могут просто встать до осени, а в августе работать усиленнее и вывести за границу запланированные объемы экспорта. И тогда к чему это все? Полагаю, что оценку эффективности моратория на экспорт гречихи и продуктов ее помола делать преждевременно. Главная задача – это стабилизировать цены. Сельхозпроизводители уверены, что цена будет только расти. Переработчики рассуждают. Допустим, удастся отвоевать десятую часть стоимости. По статистике, человек съедает в месяц пачку гречки. То есть, на фоне прочего, экономия для среднестатистического россиянина составит 10 рублей в месяц. В итоге, вместо запрета участники рынка предлагают другую меру. Ну, давайте-то нам по, как сказать, по льготной цене тоже удобрение на внутреннем рынке. Тот же дистоплив на внутреннем рынке. И тогда у нас будет внутренний рынок. И продукты питания нормально дешевые. Раз не хотят в рынке работать-то нам. Добавим, что на фоне запрета экспорта на Алтай в этом году посеяли на 24 тысячи гектаров гречихи больше. Всего 510 тысяч гектаров. А запретительные меры, опасаются многие сельхозпроизводители края, могут привести к еще большей непредсказуемости рынка. Анастасия Дороган, Алексей Призин. День с толком.